Здравствуйте, это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «Утешитель, дух истины, наставит вас на всякую истину». Прощальная беседа Господа с учениками, часть 9, Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 5 по 15 стихи. В предыдущей части прощальной беседы с учениками Господь Иисус Христос сказал о том, что из-за веры в Него, из-за того, что ученики будут проповедовать Его имя и возглашать Его учения, мир будет ненавидеть и противодействовать им. Однако Дух Святый, Утешитель, которого Он пошлет от Отца, который от Отца исходит, укрепит учеников в их проповеди. 16 глава, 5 стих. Господь говорит, «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь?» Мы помним, что апостол Петр чуть раньше спросил Господа Иисуса Христа, куда идешь, но Он задал этот вопрос в таком смысле, позволишь ли ты Мне идти за тобой? А вот здесь Господь говорит, никто из вас не задает этот же вопрос апостола Петра, куда идешь в другом смысле, что означает, что ты восходишь к Небесному Отцу, пославшему тебя? 6 стих. «Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Ученики, видимо, стали грустеть от того, что Господь раскрыл им, что Он идет к Небесному Отцу. Вероятно, они продолжают мыслить, понимать Его как Мессию именно в терминах тогдашнего иудаизма. Ведь Мессия должен править над еврейским народом и вообще над всеми народами земли. А соответственно, они, Его ученики, будут соучастниками в этом правлении. Но если Он уходит к Небесному Отцу, то что же тогда будет? И что означает пришествие Духа Святаго? 7 стих. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Господь говорит, что вы не можете пока еще понять и предвидеть результат Моего вошедствия Отцу Небесному и результат пришествия к вам, ученикам и верующим в Меня Святого Духа, которого Он вновь называет термином «параклитос». «Параклитос» по-гречески – это заступник, ходатай, но и поэтому утешитель, потому что раз кто-то заступается за некоего человека, он его тем самым своим заступничеством и утешает. Он за вас заступится, и через это вы получите от него утешение от Духа Святаго. «А если я не пойду, Он не придет, но если я не пойду, я не исполню ту миссию, ту задачу, которая возложена на Меня Небесным Отцом, поэтому я не могу не пойти. Я пойду, но придет утешитель Дух истины». Восьмой стих. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Здесь несколько очень важных греческих терминов. Первый термин – это глагол «эленхо», который означает «разоблачать», «изобличать». Но «разоблачать» и «изобличать» указывает на согрешение с целью, чтобы тот, кому на это согрешение указано, мог исправиться. Поэтому получается, что действие Святаго Духа в мире будет не только обличением падшего состояния рода человеческого, но целью этого обличения или этого изобличения будет возможное исправление многих конкретных представителей человеческого рода. Итак, в чем же будет обличать утешитель мир сий? «О грехе» – греческий термин «амартия» – это действительно согрешение. «О правде» – а вот здесь лучше бы, конечно, перевести другим современным русским словом «праведность», потому что стоит греческое слово «векеосини». «Векеосини» – это именно «праведность», то есть когда кто-то живет в соответствии со своими принципами. И, наконец, третье – «кризис», то есть развлечение, рассмотрение и суд, как уже вердикт. «Итак, он, придя, обличит мир о грехе и о праведности и о суде». Что же это за грех, праведность и суд? Господь объясняет это далее. Девятый стих. «О грехе», «что не веруют в меня». Это очень важное, очень сильное утверждение Господа Иисуса Христа. Ибо иудеи, которые были действительно хранителями Божественного Откровения в Ветхом Завете, построили целую систему того, что есть согрешение. Согрешение – это нарушение закона. И вот они смотрели, какие заповеди, где, когда, как нужно соблюдать, чтобы их не нарушить. Но Господь говорит, основной грех, который является корнем, который является причиной всех остальных согрешений – неверие в меня. И получается наоборот. Тот, кто верует в меня, не только будет соблюдать закон с точки зрения Ветхого Завета, Тары Моисеевой, но и в более значительном смысле, в смысле моего учения. Ибо кто в меня верует, кто мне доверяет и кто меня любит, тот соблюдает мои слова. Итак, грех этого мира, падшего мира, основной – неверие в Господа Иисуса Христа. Следует помнить, что греческий глагол «пистево», который здесь использован в Евангелии, означает, во-первых, веровать, как что-то исповедовать, то есть интеллектуальной составляющей, но он также означает и доверять. И отсюда греческое слово «пистис», производное от этого глагола, также означает «вера, как исповедание» и «вера, как доверие». Мы знаем, что в русском языке эти два значения принадлежат несколько разным словам, только что названным мною. То же и в ряде европейских языков, например, в английском языке «вера» «фейт», а «доверие» «лоэлити». Соответственно, в греческом языке глагол и указанное существительное обнимают собой оба смысла. И получается, что кто верует в Господа Иисуса Христа, тот ему и доверяет, вверяет свою жизнь, видит промысел Божий его в своей жизни. А раз мир не верует, то и не доверяет, отсюда и не принимает. Десятый стих. А вот праведность Господа Иисуса Христа, которая была засвидетельствована еще при его общественном служении, ибо никто не мог обличить его во грехе, завершается эта праведность тем, что сам Бог свидетельствует об этой праведности, ибо Он, Иисус, восходит к Богу и будет сидеть одесную, то есть на самом почетном месте во славе Божьей. А вот дальнейшие слова, конечно, лучше отнести не к ученикам, а именно к тем людям, которые являются представителями мира сего. И больше уже не увидите меня. Греческий глагол «theoreo» означает «созерцать». Созерцать, в том числе быть способным видеть то, что существует, но при этом на самом деле невидимо обычными глазами. И поэтому Господь жив и Он реально существует, но этот мир не может его созерцать, потому что в Него не верует и Ему не доверяет. Одиннадцатый стих «О суде же, что князь мира сего осужден». Если мир сей – это человечество в падшем греховном состоянии, и это человечество паразитирует на Божьем творении, на окружающей природе, то князь мира сего по-гречески архон, то есть предводитель, начальник, вождь – это никто иной, как падший ангел, называемый в Ветхом Завете сатана, а в Ном Завете дьявол. И вот князь мира сего, сатана, дьявол, осужден, осужден через крестную жертву и принесение себя в жертву Господом Иисусом Христом и через его Христово воскресение. И вот это тоже важное свидетельство Духа Святаго миру сему падшему. Мир падший будет видеть конкретную деятельность сначала апостолов, а потом и жизнь церкви. Конечно, есть такое страшное духовное состояние, когда человек видит везде во всем только плохое. Не хочет признать, что вот у него или у нее или вот там есть нечто хорошее. Но все-таки даже люди, которые пока еще не живут по западам Божьим, не познали истинного Бога в большинстве своем не таковы. Им Бог может даровать это видение, что грех-то уже осужден, что есть нечто лучшее, большее. Как сказал один поэт, дар Божий видеть их и знать, что есть они, святые новые в языческие дни. 12 стих. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда смотрим греческий текст, там стоит немножко другой оборот, но вы сейчас не можете это поднять, понести. То есть это для вас неподъемно. Вы уже многое познали, вы уже многое поняли, но еще пока нету полноты благодати святого. Вы еще пока не искуплены моей жертвой, хотя искупление уже приходит. Вы еще пока не исполнены даров Духа и поэтому пока еще все не можете понять из того, что я говорю. 13 стих. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Вот оно, величайшее богословское учение Господа Иисуса Христа о Третьей ипостаси Святой Троицы Духе Святом. Дух Святый продолжит деятельность Господа Иисуса Христа среди людей, прежде всего среди тех, кто уверовал во Сына Божия. В чем же заключается деятельность Утешителя? Он ходатай и утешитель, потому что назван здесь Дух Истины. Истина Алифия. Алифия это именно теоретическая, догматическая истина. То, что сейчас ученики еще не могут понять и полностью усвоить, будет дополнительно открыто Духом Святым после Вознесения Господа к Небесному Отцу и Дня Пятидесятницы. Он наставит вас на всякую истину. В греческом тексте стоит очень интересный глагол Овегео. Овегео означает быть путеводителем, проводником. Мы с вами знаем один из церковных титулов Пресвятой Богородицы Адигитрия, путеводительница. Быть путеводителем, особенно в древнем мире, когда еще не было ни навигаторов, ни системы GLONASS или GPS, это было очень важным делом. Потому что если кто-то идет по незнакомой местности, особенно если холмы или овраги или горы, то, конечно же, велика вероятность споткнуться, упасть, ушибиться, пораниться и даже погибнуть. Поэтому нужен путеводитель. И вот Святый Дух будет выступать путеводителем, но не просто в жизни. Речь не идет о житейской стороне. Она тоже будет присутствовать. Но прежде всего нужно научиться истине теоретической. И вот Святый Дух будет путеводительствовать. А вот дальше выражение греческое, которое можно перевести двумя способами. Первый вариант. То, как это переведено на данном переводе. Путеводительствует вас во всякой истине. То есть, если истина мыслится, как состоящая из нескольких малых истин или из ряда конкретных истин, то Дух Святый будет вас руководить, чтобы понять все аспекты. Разные малые истины. То есть, если мы говорим о том сравнении, о том образе, который содержится в речи самого Господа Иисуса Христа, образ проводника, путеводителя, то проводник будет помогать вам на любом конкретном небольшом отрезке. Но, конечно, более предпочтительно было бы перевести, не исключая первого смысла, во втором смысле. Дух Святый будет вас путеводить во всей истине целиком. Да, целиком, потому что все, что касается разных аспектов истины, он вас наставит, но наставит и во всей полноте истины. Почему же наставит во всей полноте истины? Потому что будет возвещать в греческом тексте не от себя, но будет сколько слышать, столько и возвещать. И будет вам возвещать приходящее. Все на данном переводе будущее. И, конечно, это может создать такой перевод впечатления, что какое-то далекое будущее. На самом деле термин, стоящий в греческом тексте, то, что приходит, то, что вот-вот, наступает, оно с вами случается, он вам будет это разъяснять. Он будет путеводителем, прежде всего, чтобы вы правильно понимали эту жизнь. А если правильно понимаешь, то и правильно поступаешь. Четырнадцатый стих. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Но деятельность Святаго Духа не только в раскрытии полноты истины. Ведь живая истина – это Господь Иисус Христос, о чем Он чуть раньше говорил. Я есть им путь и истина, и жизнь. Поэтому, возвещая полноту истины, Он возвещает меня, а через возвещение меня Он меня прославит. И берет Он от того, что у меня. И здесь, конечно, указание на единосущие третьи ипостаси Святого Духа – ипостаси Сына. Ибо то, что у Сына, это же и у Святаго Духа – полнота знаний. Пятнадцатый стих. Но не только Святой Дух единосущен Сыну, Он единосущен и Отцу тоже. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Берет от Сына, но фактически все, что у Отца, это же и у Сына, поэтому берет и у Отца. Итак, Святой Дух – наставник, путеводитель, проводник прежде всего в истине, а через познание истины и в этом мире, и в этой жизни. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за внимание.